Приветствую вас и полагаю, что проблемы, которые у вас возникли на данный момент, они происходят от того, что вы не до конца понимаете мужчину, не до конца понимаете мужскую психологию и как вообще устроены мужчины. То есть вы не до конца отдаете себе отчет в том, как мыслит мужчина по отношению к женщине, если, ну скажем так, если эта женщина ему дорога. Вот давайте об этом мы и попробуем поговорить. Давайте об этом и попробуем рассказать. Значит, как происходит отношение между мужчиной и женщиной? В первую очередь, когда мужчина начинает что-то делать по отношению к женщине, он ее пытается завоевать, он ее пытается расположить к себе. И что делаете в данном случае вы? Вы показываете мужчине, что вы от него независимы. Вы показываете мужчине, что он вам, ну, не очень-то инузен. Вы показываете мужчине, что у вас другой парень, что у вас все хорошо, что вы не очень сильно в нем нуждаетесь, ну и так далее. И вот, что мужчине остается делать в этой ситуации. А в этой ситуации мужчине при условии наличия у него таких обязательных компонентов, как гордость, как смолюбие, при условиях наличия этих всех компонентов, у мужчины нет другого выбора, кроме как, также, по отношению к вам, проявлять свою независимость так. Почему? Потому что в противном случае, если этого не сделать, то мужчина будет чувствовать себя, ну, я надеюсь, вы догадываетесь, с кем мужчина будет чувствовать себя униженным, мужчина будет чувствовать себя зависимым, и вообще так, как будто ему, скажем, больше всех нужно вот то, что он делает. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что мужчина не хочет, чтобы вы думали таким образом. Мужчине больше по душе, когда он знает, что, например, вы от него в большей степени зависите, чем он от вас, ему это нравится больше. И он к этому стремится. А вот ситуация, когда, наоборот, это ему не по душе. И вот именно поэтому, именно по данной причине мужчина и сказал вам о том, что это ничего не значит то, что вы там целуетесь, то, что у вас там есть какие-то отношения и так далее. И если, если вы хотите, чтобы он был с вами, покажите ему, что вы им дорожите, что вы в нем нуждаетесь, и тогда сделайте это, и тогда человек будет с вами, когда человек будет вам привязан к вам, и у вас, в принципе, все будет хорошо. То есть, нужно показать мужчине, что вы в нем нуждаетесь, а вы все пока что, и пока держите его на расстоянии друга, что ему не может не нравиться, что не может его не устраивать. Ему хочется большего, а вы с другими мужчинами встречаетесь. Конечно, он будет проявлять так же независимость. Включите, если хотите быть с ним, дайте ему понять, что вы зависимы от него, что вы слабы, что вы наглядите с ним, и поверьте мне, он забудет свои слова уже очень быстро, и очень скоро вновь будет о вас заботиться и делать для вас все, что в его силах. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку и помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.